А я хотела бы сказать еще у нашей студии Юлия Жданюк, тренер с Пилатесу. Витаем мы тобой, Юлечку. Всем бодрого утра. Ну что ж, мы, как всегда, рады видеть тебя в нашей студии. И хотим поговорить об очень интересной теме. Как же правильно выбрать себе тренера? Вы знаете, я понимаю всех и каждого, что когда человек приходит в любой клуб, он находит себе тренера и хочет себя отдать найти. Вот он, я делаю со мной все. И полностью положиться. К сожалению или к счастью, дело спасения утопающих рук, самих утопающих. Вы всегда несете ответственность за свое тело, за свое здоровье. Более того, квалификация наших тренеров, многих, оставляет все-таки желать лучшего. И многие упражнения, которые, в общем-то, в Всемирной организации здравоохранения, внесенные в реестр, это опасных, они до сих пор у нас практикуются очень активно. Как же определить для себя, что тренер дает какую-то неправильную информацию и неправильно выполняются, допустим, какие-то упражнения? Вы знаете, самый главный критерий, конечно, это ваше самочувствие. Мне сложнее в тех видах, когда вас заставляют преодолевать какие-то свои барьерные ощущения. Но все, что касается таких направлений, как пилаты с йогой и что-то в этом духе, то здесь однозначно ваше самочувствие. Но я скажу больше, мое личное мнение, что в других направлениях точно так же. То есть, если вам становится плохо, если у вас резко краснеет все лицо, если у вас начинается сильное сердцебиение, особенно это касается, если вы после рабочего длинного дня, то однозначно нужно остановиться независимо от того, если на два месяца тренера говорит еще два раза. Просто это частая практика, к сожалению. То есть, не обязательно к каким-то дополнительным вопросам приходить, достаточно просто хотя бы один раз потренироваться, и человек сможет понять, все ли хорошо. Ну, это все очень индивидуально в любом случае. Просто хотелось бы, чтобы каждый был в зоне своей компетенции. Например, если тренер компетентен в каком-то направлении, там, я не знаю, наращивание мускулатуры, или движение на скорость, или в чем-то этом, то есть, он придерживается своего направления. Потому как очень сложно, я просто не буду называть имен, но если дается, например, на коррекцию осанку с замиранием на 2-3 минуты в какой-то очень неудобной позе, это очень плохо на самом деле, в первую очередь для осанки, но и для человека неподготовленного. И еще мы для наших телезрителей анонсировали сегодня, что мы будем разговаривать о правильном дыхании. Я знаю, что Юля очень много об этом знает. Что это вообще за техника, и в каких видах занятий спортом она применяется? Это удивительная техника, она применяется в таком виде спорта, как жизнь. Потому что первое, что мы делаем, приходя на эту планету, мы делаем вдох и последнее выдох. Никто еще не пришел и не ушел по-другому. Тоже такого особенного она нам дает? Значит, дыхание – это такая же функция нашего организма. Более того, зависит от процесса дыхания даже ваше эмоциональное состояние. Если вы, например, замечаете, что человек рядом с вами постоянно вздыхает, он, как правило, сидит немножко наклоненным, у него уменьшается количество кислорода, поступаемого в кровь, газообмен, который происходит у него, делает такую химию вашего тела, что, в принципе, человек видит весь мир в достаточно грустном цвете. То есть я к чему? К тому, что правильно дыша мы можем немного облегчить себе мировосприятие, улучшить свое состояние, даже иммунитет. Как минимально, хотя бы в повседневной жизни мы можем научиться правильно дышать? Такой небольшой мастер-класс. Да, вы знаете, вообще достаточно много рисунков дыхания, и не существует как одного вида упражнений, которые на все случаи жизни, так и дыхания. Для того, чтобы успокоиться, для того, чтобы улучшить свое состояние, есть длинное дыхание, среднегрудное, или диафрагмальное его еще называют, когда вы делаете вдох, расширяя ребра в стороны и назад. Именно это дыхание взято за основу в методе Пилатес, потому что оно больше вашего внимания требует, и вы более качественно можете двигаться. Но, например, если вы только что поели, или женщина беременна, тогда присутствует верхнее грудное дыхание. Дышите. Так надышаться долго нельзя. Поэтому, да, мы в средние века падали в обморок, потому что так нормально получить объем воздуха, кислорода практически невозможно. Смысл в том, чтобы уметь вовремя себя остановить на каком-то рисунке дыхания. То есть очень часто мы зацикливаемся, так же, как и на поведенческих рисунках в движении тела, так же и в дыхании. Если человек сидит очень долго в согнутом состоянии, то он физически не может сделать большой вдох. То есть у него все равно будет дыхание мелкое, получается, что закисляется кровь, и то, о чем я говорила, становится очень грустно. Такой человек очень вялый, он апатичный, у него все время полусонное состояние, он плохо запоминает, но легко раздражается. Ну, то есть это все оказывается… То есть у тебя за собой очень большое количество негативных факторов. Конечно. То есть мы то, из чего мы состоим – воздух, еда, мысли. Такой еще момент. Допустим, если я нахожусь в офисе, либо на работе, я могу как-то экстренно себе помочь расправить плечи, какие-то определенные упражнения проделать? Конечно. Вы всегда у себя есть, и это самое большое счастье. Вы всегда можете сделать большой вдох, вытянуть руки в стороны, и представьте, что вы обнимаете весь мир. Вам нужно раскрыть грудную клетку, потому что здесь у нас, кроме всего, у нас там еще интересные центры в теле, которые очень иннервированы и содержат очень много нервов, и если они сжаты, то это вовлекает в много чего, каких последствий в теле. Поэтому раскрыться, вытянуться, позволить вашему телу улыбнуться всему миру, сделать большой вдох, вы всегда можете на рабочем месте. Ну, очень легкое упражнение, я хочу сказать, и для наших телезрителей, в принципе, каждый может его применить. Еще я знаю, что правильность дыхания применяется в упражнениях, в частности, пилатеса. И это впоследствии приводит к тому, что мы быстрее восстанавливаемся, наши мышцы быстрее приходят в норму после занятий. Я уже говорила о том, что да, дыхание – это важно, но это инструмент, что касается пилатеса. И в некоторые моменты это только рекомендуется, например, вдох, но чаще всего все равно это есть варианты. Единственное, чего мы не делаем, мы не задерживаем дыхание. Потому что я уже говорила о том, что у нас все-таки есть процесс газообмена в организме, есть какое-то время, которое должно происходить. Часто задержка дыхания – это не очень хорошо, это тоже целая большая тема, мы как-нибудь к этому разговору вернемся. Обязательно. Еще меня интересует такой вопрос. Если же у человека явные проблемы, допустим, с дыханием, может ли он переучиться правильно дышать, то есть применить это в повседневную жизнь? Да, хорошая новость в том, что наше тело очень хочет жить. И хочет жить здоровым. Как бы мы ему ни старались предоставить максимально неудобную для этого условия. Мы можем в себе прописать новые рисунки дыхания, возможность есть научиться себя правильно держать, возможность научиться правильно сидеть и так далее. Все это очень хорошо прорисовывается в теле, и тело с удовольствием на это реагирует. Дыханием, я скажу, больше сейчас, например, в мире есть такая техника, с детками занимаются дыхательными системами и лечат сколиоз. Даже так? То есть, да, это настолько важно дыхание, потому что мышцы дыхания – это не только диафрагма, там много всего участвует. И если у нас где-то зажато одно легкое, то тело все равно будет развернуто в эту сторону. Вы можете ходить к мануальщику, вы можете, я не знаю, что угодно делать, но если там внутри эта точечка сжата, тело будет вокруг нее скручиваться точно так же. Какое количество раз, допустим, в неделю нужно обращать внимание на какие-то упражнения для видоизменения своего дыхания? Я скажу, что вы в любой момент, когда вы вспомнили, вы же дышите все время. Конечно. То есть, в любой момент, когда вы вспомнили, вы просто понимаете, вы вдохнули полной грудью, или вы опять о чем-то задумались и дышите маленьким дыханием, которое не дает возможности вам обогатить вас кислородом. То есть, это просто ежедневное наблюдение. Сначала это будет редко, потому что это непривычно, причем тут я к моему дыханию. Потом проходит время, и вы умело этим инструментом даже можете пользоваться. То есть, в критических ситуациях, когда вы очень нервничаете, вы дышите спокойно, вы наверняка видели, все начинают дышать глубоко и спокойно, и это работает. Если вам нужно взбодриться, есть тоже другой рисунок дыхания. Более того, темперамент людей тоже иногда зависит от того, как они привыкли дышать. Наверняка вы видели таких барышень, которые говорят, знаешь, там так здорово, и она так дышит все время. То есть, она такая, это уже тоже откладывается. Или человек, который всегда вот так, то есть, он всегда такая сговаривает, и он, то есть, это все. Мне кажется, это жутко неудобно, на самом деле. Согласна. Ну что ж, спасибо, Юля, за такое прекрасное утро. Я думаю, что мы встретимся еще не раз и коснемся очень интересных тем. А мне бы хотелось нагадать еще у нашей студии. Была Юлия Жданюк, тренер с Пилатесу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова